Привет, Республика! Hello, земляки! В эфире радостная и весенняя студия 11. Делайте звук громче и смотрите вместе с нами свежий выпуск. Как не захламить пространство? Контролируем финансы и желания. Невозможно купить все, и акции сейчас это частое явление, поэтому не нужно запасаться на год. Когда есть свободное время, чем себя занять? У нас, благо, есть социальные сети, где можно также пообщаться, есть телефон, да, то есть вот этот социальный контакт устанавливать и продолжать. Сегодня 26 марта. Никифоров день. В народе считалось, что в это время тает снег, а вешние воды просачиваются в берлогу медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища. На Руси, кстати, медведь считался человеком, только в другом облике. Недаром существует множество легенд о превращении медведя в человека и наоборот. Еще на Никифора ждали гусей. Если они прилетали в этот день, это предвещало урожайный год. А если гуси начинали полоскаться в воде, значит не за горами тепло. О теплых днях говорил и прилет жаворонка. Вот если первым прилетал зяблик, это обещало холодную погоду. Туманы в этот день предсказывали дождливое лето. А еще выходили в этот день на рыбалку. Говорили, что по последнему льду хорошо клюют плотва, окунь и ясь. Если и вы решились порыбачить сегодня, будьте осторожны. Андрей, когда ты заходишь в супермаркет, обращаешь внимание на всякие акции, скидки? Да, конечно. Благодаря этому удается иногда неплохо сэкономить. Но есть опасность в том, что можно купить много лишнего, и тогда дом превратится в настоящий склад. Именно поэтому надо учиться распределять финансы и контролировать свои желания. Очень часто у нас возникает соблазн купить что-то по акции. Акции – это вообще наша любовь. Но помимо, конечно же, очевидных плюсов в такой покупке, то есть выгода денежная, мы не учитываем большое количество минусов, которые тоже присутствуют. Один из таких минусов – это захламление запасами наше пространство. И когда становится запасов просто невыносимое множество, бывает так, что хозяйка открывает ящик, на нее высыпаются просто мешки с крупой, или же мы заходим в кладовку, и у нас весь пол заставлен какими-то запасами муки или стирального порошка, и жить совершенно невозможно. Вот что я рекомендую вам сделать, если же все-таки вы думаете и смотрите акции, при этом каким-то образом хотите скорректировать свою покупательскую привычку. Ну так вот, прям пройдемся. То есть первое, что вам надо знать – площадь. Площадь, которая у вас свободна в вашей квартире. Если у вас всего две полочки, знайте, что вы можете купить только небольшое количество запасов, не важно чего. Следующее – это вы должны понимать, что вы в запасах консервируете свои деньги. И возникает ситуация, что вам нужно купить что-то, или у вас случился форс-мажор, а у вас денег нет, и при этом целая куча запасов. Так вот, не консервируйте деньги, имейте возможность вариации в своей жизни. Следующий мой совет – это обязательно просчитывайте вашу экономию непосредственно в магазине. Откройте калькулятор и посмотрите, какую выгоду вы получаете при покупке этого товара. Потому что бывает так, что мы выгадываем всего 100 рублей и заполоняем этими товарами полквартиры. Следующее, конечно же, я хочу вам сказать, что не жадничайте. Невозможно купить все, и акции сейчас – это частое явление, поэтому не нужно запасаться на год, запаситесь на месяц или два вперед. Потом снова будет новая акция. Ну и пятая моя рекомендация. Если вы нашли действительно уникальную вещь, вы точно знаете, что она вам нужна, и вы точно знаете, что эта вещь раньше стоила дороже, а сейчас у нее акция, то, конечно, берите. Каждый день мы узнаем новую информацию о том, как мир борется с распространением коронавируса. И что самое главное – побеждает болезнь. Да, многие сейчас сидят на карантине и думают о том, как сохранить свое здоровье и продолжать жить полной жизнью. За советом я обратилась к психологу Александре Наумовой. Александра, в эту пору ажиотажей в продуктовых магазинах бесконечной паники очень важно держать в хорошем состоянии свое психическое и психологическое здоровье. Вот каким образом можно это сделать? Да, очень важно держать вот это свое психологическое здоровье для того, чтобы не поддаваться этой панике. Паника – оно чувство, и оно несет деструктивный момент. Перед паникой есть опасение и страх. Вот опасение и страх, они несут положительную функцию для организма, оберегают от опасностей. Да каким образом? То есть они как бы предупреждают? Они предупреждают, что в этой ситуации может быть опасно для здоровья и жизни продолжение. Это физиология, продолжение потомства. И человек или существо, млекопитающее останавливается и предпринимает определенные действия. Так вот, то есть когда начинаются опасения и страхи, вот тогда что я могу сделать для того, чтобы предотвратить эту ситуацию, подумать, да, все ли я сделал, чтобы предотвратить, принять эти меры предосторожности. Ну и стараться сохранять спокойствие в плане того, насколько оценить ситуацию, насколько я попадаю в этот риск, да, чтобы более-менее успокоиться. То есть все ли сделал, насколько я попадаю и дальше жить, повторяться спокойно. Ну вот и как раз сейчас, в период этого коронавируса, один из таких механизмов защиты, как раз, ну вот которые от опасности нас оберегают, это вот люди стараются не чаще сидеть дома. То есть они не выходят в торговые центры прогуляться, да, что-то купить, не ходят в бассейны, в тренажерные залы и все чаще сидят дома. Так вот, каким образом можно вот это время скрасить? Да, это сейчас на самом деле очень актуально, потому что тот привычный уклад жизни, который был, он немножко меняется, и нужно дома разнообразить свой досуг. Сейчас на самом деле очень много появилось сайтов, и сайт доступен всем, я думаю, уже многие знают, да, куда собрали всю информацию, чтобы можно было покупать продукты, да, онлайн, чтобы можно было образование получать, чтобы можно было заниматься спортом, не выходя из дома. Вот, и, то есть вот эту возможность можно использовать. Например, я сама лично сколько раз попыталась попасть в Эрмитаж, там очереди, во-первых, это нужно доехать до Санкт-Петербурга, очереди, это деньги. Эрмитаж сейчас предлагает выставки, то есть можно онлайн эти выставки посмотреть, даже не будучи на карантине, да, там самоизоляции, можно использовать эту возможность, посмотреть в Мариинском театре представления, спектакли, можно посмотреть вот выставки музеев, можно заняться самообразованием, можно начать изучать язык новый, который там всегда хотел. То есть это отличный толчок для того, чтобы попробовать и посмотреть, и узнать что-то новое. Да. Ага, если говорить об отношениях межличностных, я думаю, то, что многие меня, наверное, поймут, ну, очень долгое время сидеть с одним человеком в закрытом пространстве бывает просто невыносимо. То есть, допустим, ну, возьмем такую стандартную семью, грубо говоря, мама, папа и ребенок. Они все находятся на самоизоляции, ну, представим, да, допустим, приехали откуда-то, и они вынуждены на две недели сидеть дома. Как за эти две недели друг друга не сожрать? Здесь много вариантов. Во-первых, можно открывать новые свойства человека, да, использовать новую деятельность совместную, которую никогда не использовали, и там будут нюансы, которых заинтересуют. Возможно договориться, что там со второй половиной, вот сейчас, да, мне, час времени мой, меня не трогайте, да, потом вторая половина сидит с ребенком, который, ну, таким образом. Можно сделать, там, тихий час, все по своим углам, и все занимаются своей деятельностью, ну, в зависимости от возраста ребенка. Ага, а может быть проводить какие-то в это время, так скажем, упражнения на сплочение? Ну, допустим, да, чтобы из этого карантина выйти не в ЗАГСы на развод подавать, да, а вполне себе нормальной, крепкой семьей, даже крепче до карантина. Ну, вот о чем я и говорила, это новая какая-то совместная деятельность, да, которая может способствовать сплочению. Она может быть и творческая, да, какая-то и спортивная. То есть вообще все, что угодно. Все, что угодно, чего там, интересы семьи, да, между собой, это, да, это может быть физкультурные, там, зарядки, разминки совместные, это может быть настольная игра, что вместе с ребенком, это может быть совместная, там, уборка, когда ничего не делали, или перебирание вещей, или перестановка, ну, вот бытовые вещи. Ага, то есть из всего, что угодно можно сделать такую игру на сплочение? Естественно, это же совместная деятельность, которая, да, главное придерживаться правил, потому что перестановки могут закончиться наоборот. Поэтому, да, тут совместно установить правила, что это должно быть для нас в удовольствии, и договориться между собой, что мы сегодня делаем, да, что мы завтра делаем. Ну, вот вы сказали, то, что важно в такой ситуации, да, когда там люди находятся на самоизоляции, или очень долгое время в одном помещении, важно каждому дать какое-то время для того, чтобы просто побыть одному. Это естественно, это в человеческой природе естественно, когда необходимо побыть одному, отдохнуть от общения, поэтому здесь это очень важно. Ну, опять же, здесь нужно просто установить правила, да, когда с такие-то часы вы меня не трогаете, а в такие-то часы мы с вами играем. Да, ну, чтобы совсем не уйти в изоляцию, у нас, благо, есть социальные сети, где можно также пообщаться, и с телефон, да, то есть вот этот социальный контакт устанавливать и продолжать. И тем не менее, да, общение с внешним миром, это, опять же, отдых от внутрисемейного общения, то есть вот смена деятельности. И наоборот, да. В общем, в это время можно саморазвиваться, укреплять отношения со своей семьей, ходить даже по выставкам. Спасибо вам большое за информацию. Если вдруг нам придется сидеть дома, мы обязательно советами вашими воспользуемся. Пожалуйста. Весна. Пора обновления. О, да. Вы всегда так говорите, используя этот предлог, чтобы пойти и разорить какой-нибудь модный бутик. Ну, что делать, если нам хочется чего-нибудь яркого и по-весеннему свежего. Вот, например, наша Настя решила изменить свой гардероб. И не пожалела, тем более, что рядом есть свой стилист. Олечка, в мае будет тепло. И, конечно, тоже хочется красок. Что мне можно надеть на прогулку? Я тебе обязательно добавлю солнечных красок. Я хочу тебе предложить вот одну краску. Ох, желтый. Цвет солнца. К ней другую краску. Здорово. Чуть-чуть убавить, угасить. И еще совсем огненную краску мы хотим тебе добавить. Красные брюки и желтая водолазка. Да. Это агрессивно. Ну, это здорово. Это солнечно и очень нарядно. А какая обувь может быть здесь? Здесь может аналогично быть, как удобная обувь, чтобы ходить долго. Или же классическая. Шпилечки, лодочки. Туфельки. Например, красные туфли. Да, например, да. Черные сюда можно добавить. Все, что угодно. Я думаю, вот эти красные. Ой, смотри, подойду. Да. Ты молодец, ты хорошо учишься. Отлично. Ну, что ж, я пойду примерять образ. В этом образе мы уже совсем разбавили его совсем яркими красками. Уже очень хочется лета, солнца. И мы его прям маним этим образом. Мы добавили желтого, красного. Некоторые, конечно, постесняются. Но я хочу сказать, что, девочки, не стесняйтесь. Наряжайтесь, поднимайте себе настроение и окружающим. В этом образе, Натинка, можно сходить в кино, на свидание. Я думаю, на прогулку, на набережную можно у нас сходить. Можно, да, здорово. Так что, а чтоб тебе было более удобно, мы... Да, целый день на каблуках ходить нереально. Оля, что делать? Вот, я тебе добавляю. Лоферы очень удобные. Лоферы, отлично. Я сейчас их надену и посмотрим, как будет выглядеть образ в них. В этом мне, Оля, удобно. Я не очень люблю туфли на высоких каблуках. Лоферы для меня прям самое то. Я бы обязательно в этом образе отправилась на прогулку в парк. Ну, замечательно. Я тебе к ним еще хочу дать сумочку, чтобы тебе было удобно. Музыка. 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 Итак, половина программы позади. Давайте узнаем, что ждет нас во второй ее части. Учитель года. Кто претендует на высокое звание? Профессия учителя – это очень творческая профессия. То есть, это тоже надо понимать. Цветочная композиция. Как сотворить красоту в домашних условиях. Мы замеряем, сколько нам нужно срезать. Государственный театр кукол Республики, который находится, как известно, в Оркуте, решил продолжить работу даже при пустых залах. Спектакли будут транслировать в режиме онлайн. Посмотреть представления дети и взрослые смогут в группе театра ВКонтакте. А на нашем телеканале стартовал антивирусный музыкальный проект «Детали не формат». Учреждения культуры сейчас закрыты, но артисты готовы для вас петь и играть в прямом эфире. Евгения Трембицкая пообщалась с первыми героями нашей программы. Свет, звук, грим. За кадром последние приготовления. Через несколько минут в прямой эфир ворвется свежий проект «Детали не формат». Здесь нет рамок, говорит ведущий Северин Арпа. Живой формат, творчество и талантливые медийные люди. Вот что ждет зрителей. Мы ударим культурой по вирусу, по всему плохому, чтобы весна в конце концов уже почувствовалась и чтобы мы насытились. Да, все настроится, солнышко светит, все нормально, гречка есть в магазинах, все хорошо. Формат программы позволяет каждому зрителю задать личный вопрос участникам. Звездные гости отвечают без подготовки и времени на раздумье. Вот она, прелесть прямого эфира. Никаких склеек и монтажа. Все как на духу, по-настоящему. Почему вы так? Этот вопрос мне не будет задать. Это мне было еще одно обсуждать. Почему? Да я возмущен. Это вопрос не ко мне. Возмущение, смех, откровенные разговоры и душевные песни. Вне формате есть все. И зажигательные танцы не исключение. Веселые танцы плавно перешли в задушевные откровения. Вопросы зрители задавали разные. Личная жизнь и творчество интересовали особенно. Финалистка вокального конкурса «Новая звезда» Екатерина Курочкина рассказала, как борется с коронавирусом и другими напастями. Я вообще человек не паникер. Я не ходила в магазин, не закупала ни гречку, ни туалетную бумагу, ничего вообще. Единственное, что я сделала, это ребенка увезла в деревню, дочку. Она там сейчас как бы вот неделю уже. Все. То есть это все меры, которые ты приняла? Абсолютно все. Знаменитый лыжник Андрей Нутрихин по собственному признанию в первые минуты эфира жутко нервничал и стеснялся. А потом все пошло как по маслу. Поделился титулованный спортсмен. Телевидение – это не страшно. Волнение такого же уровня. Что первый раз в эфире, что второй, что третий, что четвертый, что пятый, что десятый. Здесь эмоциональное напряжение выше. Нужно, скажем так, если какие-то заготовленные слова есть, нужно их не забыть. Нужно быть оптимистичным, скажем так. Нужно быть приветливым. Оптимистичным и приветливым. Именно таким получился первый прямой эфир неформата. Гости проекта в один голос признаются – полчаса пролетели в минуту. Мне 30 минут не хватило. То есть если последующие эфиры будут прямые, а они будут, я уверена, с другими не менее крутыми артистами и людьми, мне кажется, надо делать час. Потому что это как вот прям пролетает. Я не знаю, я надеюсь, у зрителей так же. Следующий прямой эфир «Детали неформат» выйдет совсем скоро. В понедельник в импровизированную студию придут новые гости. Ведь даже в карантин артистам и зрителям друг без друга никак. Потому и называется проект «Детали неформат антивирусным», чтобы быть вместе. Стали известны имена участников регионального этапа конкурса «Учитель года России». Это 22 педагога из 16 муниципалитетов и двух государственных учреждений. Республиканского центра образования и гимназии искусств при главе Республики Комя. Одни из претендентов на это высокое звание побывали и в нашей студии. Елена и Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы решили стать участниками данного конкурса, Елена? Ну, наверное, в далеком 2013 году, когда я была участником еще нашего гимназического конкурса профессионального мастерства «Учитель года», получив второе место, тогда, наверное, зажглась я этой идеей попасть на республиканский этап всероссийского конкурса «Учитель года». Для меня это было мечтой. И когда в этом году мне было предложено поучаствовать, я, конечно же, согласилась. Вы впервые участвуете, Татьяна, верно, в этом конкурсе? Нет, я уже участвую второй раз. И второй раз, наконец-то, получилось выйти на уровень уже республики. То есть первый раз я участвовала. Заняла тоже второе место. Это было в 2017 году. Где-то в голове у меня вот так отложилось, да, что, эх, надо вернуться, да, занять первое место. И, в принципе, так вот в этом году. Сильно волнуетесь? Переживаете? Есть вот такое чувство? Наверное, когда вот выходишь уже к детям непосредственно на урок в рамках конкурса, вот ты так выдохнул, да, и ты же в своей атмосфере. То есть ты как рыба в воде, дети – это твоя атмосфера. И тогда, в принципе, все хорошо. Но процесс подготовки, процесс перед тем, как ты зайдешь на урок уже конкурсный, это, конечно, волнительный процесс. Кстати, про подготовку. Какие испытания ожидают вас, как участников этого конкурса? Вообще сам конкурс состоит из двух этапов. Это заочный этап и очный этап. Заочный этап представляет собой методическое портфолио, где он представляет свой интернет-ресурс. Это страничка в социальных сетях, либо это свой сайт. И эссе, который нам уже посчастливилось его уже написать. Следующий этап заочный, он состоит из трех этапов. Это первый этап – это урок и внеурочное мероприятие. Второй этап – это образовательный проект и мастер-класс. И третий завершающий этап – это публичная лекция и разговор с министром. Здорово, что есть такие этапы. Как считаете, тяжело ли делать страничку ВКонтакте или сайт? На самом деле, это сейчас ведущая компетентность учителей, это компетентность уметь создавать вот такие вещи, демонстрировать свой педагогический опыт на всеобщее обозрение, уметь общаться с родителями, с коллегами и с педагогами именно онлайн, допустим, и в интернет-пространстве. Поэтому я думаю, что сейчас каждый учитель должен уметь это делать. Ну, Татьяна, наверное, в легкую сделала сайты, потому что вы учитель информатики. Кто вас поддерживает? Меня поддерживают. Во-первых, группа поддержки с моего любимого лица народной дипломатии – это в первую очередь директора, которая очень вдохновлена конкурсом и участием меня в этом конкурсе. И непосредственно, помимо добрых, приятных слов, это и материальная помощь. То есть, к примеру, мне нужна была интернет-станция на урок, да, то есть чтобы свободно детки владели выходом в интернет через планшеты и телефоны. И вот, например, такую, скажем так, вещь мне приобрел лицей, я очень благодарна. То есть мы не стоим на месте, развиваемся. Ну, а также, конечно, поддержка от учителей. То есть на самом деле в лице у нас маленький коллектив, порядка 20 всего учителей. И каждый высказал мне слова поддержки, подходи, обращайся, поможем. То есть коллеги держат за вас кулачки. Да. Ребята, дети. У вас есть класс? Да, у меня есть классное руководство, 9-й бета-класс у меня. Но они, когда я зашла на урок, да, ой, научитель года к нам пришел. То есть такие шуточки, конечно, отпускали, но абсолютно шуточки были добрые, позитивные. И ребята действительно, когда я пошла уже на республиканский этап, они мне тоже говорили добрые слова, желали победы, удачи. В общем, все было очень довольно-таки приятно и позитивно. Здорово, что есть такая команда, группа поддержки. Елена, как вы считаете, что дает участие в таких конкурсах, как Учитель года? Ну, вообще любые профессиональные конкурсы для нас, для педагогов, это, конечно же, опыт. Это рост профессиональный. Нам всем есть чем поделиться и перенять у своих коллег. Что кажется самым сложным для вас участие в этом конкурсе? Я не знаю, может быть, подготовка или сам процесс, или наоборот вообще ожидание результатов? На мой взгляд, самым сложным это поймать вдохновение. На самом деле, вроде бы профессия учителя кажется такая конкретная, да, то есть тебе надо вот это, это, это выдать. Но само вдохновение, как это выдать, в какой форме, какое-то творческое начало в этом найти, вот это самый длительный процесс. И бывает, ты ходишь, ищешь идею, действительно, и не можешь сесть за разработку того же урока просто потому, что, ну, не пришло тебе, не пришло это вдохновение. А как вот сделать так, чтобы пришло вдохновение? Вдохновляться? Ну, вот я, например, часто бывает иду по улице, да, то есть люблю гулять. Такой некий лайфхак сейчас будет, да, вы идете по улице. Такая иду, да, и придумываю идеи, как бы можно было это разыграть. А если бы я была учеником, что бы мне было бы интересно, то есть я ставлю себя на место своих учащихся. И так удачно? Ну, да. Так как я здесь, то, видимо, да, то есть иногда репетирую урок, бывает, что вообще не заходит, скажем так, и приходится все менять. То есть действительно профессия учителя, это очень творческая профессия, то есть это тоже надо понимать. Наша беседа подошла к концу, я желаю вам удачи, победы в этом потрясающем конкурсе «Учитель года». Спасибо вам большое. Создавать красоту вокруг себя – это практически волшебство. Да, и этому волшебству можно легко научиться. Вот взять, к примеру, создание цветочной композиции. Немного времени и вуаля, рядом с вами частичка красоты. Сегодня я расскажу вам, как создать мини-цветочную композицию в домашних условиях. Вам понадобится вот такая вот специальная губка, биофлор называется, она продается в любых флористических салонах. Стоит она не очень дорого, а вообще дешево, можно сказать. Одного кирпичика будет вполне достаточно. Есть определенные правила. Губку нужно замачивать вот этими буквами наверх, чтобы губка правильно напиталась водой и ваш цветок не попал в пустоту. И, соответственно, если он туда попадет в пустоту, он не будет пить и быстро завянет. Поэтому буковками наверх кидаем вот так водичку. Когда полностью кирпич утонул в воде, мы его достаем. Конечно же, заранее продумаем, какой сосуд мы выберем. В данном случае мы взяли обычную кружку. Например, порадовать близкого человека, пожелать ему доброго утра, принести не кофе, а цветочную композицию. Далее, губка имеет вот такие надсечки, они очень удобны для деления. У нас есть такой флористический нож специальный, но домашний можно взять вполне. Губка очень легко режется. Вот так. Мы замеряем, сколько нам нужно срезать. Вот так вот поставили. Например, очень аккуратно работаем с ножом, создаем форму. Чтобы наш сосуд и композиция сверху была в гармонии, желательно подобрать цвет. Вот у нас светлая, красненькая. Возьмем за акцент красную розу. Также в салоне можно выбрать цветы кустовые, чтобы это было не затратно. Например, хризантему кустовую, розу кустовую, альстромерия тоже такой пышненький цветочек. И далее уже начинаем выставлять цветы. Как акцент у нас будет выступать роза. Акцент лучше выставлять немножко с краю. Если вы используете зелень, зелень очень хорошо помогает заполнить пространство. Понадобится меньше цветов. К процессу подключайте детей. Это развивает чувство вкуса, мелкую моторику, любовь к цветам, к прекрасному, к живому. Вот, собственно говоря, и все. Композиция готова. Друзья, на этом пока все. Увидимся совсем скоро. Это была Студия 11, и мы не прощаемся. С вами была Алена Югова. И Андрей Кабишев. Пока, Республика! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова